Одни говорят, что спас царевича доктор подменом, другие, что сама мать Но важнее следующее обстоятельство Все известия согласны, как и должно быть в одном, что убийство подмененного ребенка произошло ночью Тогда как нам достоверно известно, что происшествие случилось днем И те показания, которые говорят, что царевич был убит И те, которые утверждают, что он накололся ножом в припадке подучей болезни, вполне согласны в этом обстоятельстве Следовательно, не было возможности убийцам, потом родным царевича, близким к нему людям и гражданам Углицким обмануться Если бы даже обманулись сначала, то мертвое тело лежало долго пред глазами всех Все имели возможность увидать свою ошибку Свидетельства очевидцев о несходстве малолетнего Димитрия с тем, кто потом назвался его именем Не важны, взятые отдельно Ибо часто люди, знавшие младенца и увидавшие потом того же человека взрослым, не могут найти между ними ничего общего Не важно и свидетельство о том, что настоящий Димитрий был бы гораздо моложе, чем казался лже-Димитрий Часто человек может казаться многими годами старее или моложе своего настоящего возраста А жизнь Димитрия была именно такова, что могла его состарить Но чрезвычайной важности для нас свидетельства современников, вполне беспристрастных, как, например, Бусова, который был очень привязан к лже-Димитрию Превозносит его достоинства Имеет все побуждения засвидетельствовать его правду, его царское происхождение И между тем свидетельствует о противном Его свидетельство основывается на свидетельстве Басманова, который больше всех других имел причины утверждать законность лже-Димитрия И, несмотря на то, свидетельствует о его самозванстве Свидетельствует наедине В разговоре с человеком, доверенным и привязанным к царю Но если тот, кто царствовал в Москве под именем Димитрия, сына царя Иоанна носил это имя незаконно То является вопрос В собственной ли голове родилась мысль о самозванстве или она внушена была ему другими И во втором случае Сознательно ли он принял на себя роль самозванца или был убежден, что он истинный царевич Чтобы сознательно принять на себя роль самозванца Сделать из своего существа воплощенную ложь Надобно быть чудовищем разврата, что и доказывают нам характеры последующих самозванцев Что же касается до первого То в нем нельзя не видеть человека с блестящими способностями Пылкого, впечатлительного, легко увлекающегося Но чудовищем разврата его назвать нельзя В поведении его нельзя не заметить убеждения в законности прав своих Ибо чем объяснить эту уверенность, доходившую до неосторожности Эту открытость и свободу в поведении Чем объяснить мысль отдать свое дело на суд всей земли Когда он созвал собор для исследования обличений Шуйского Чем объяснить в последние минуты жизни это обращение к матери На вопрос разъяренной толпы Точно ли он самозванец Дмитрий отвечал Спросите у матери Почему, говорят, растрига Сев на престоле не удовлетворил народному любопытству Знать все подробности его судьбы чрезвычайной Для чего не объявил Россия о местах своего убежища О своих воспитателях и хранителях Возможность таких вопросов служит самым лучшим доказательством того Что лже-дмитрий не был сознательный обманщик Если бы он был обманщик, а не обманутый То чего же бы ему стоило сочинить подробности своего спасения и похождения Но он этого не сделал Что он мог объявить? Могущественные люди, его подставлявшие Разумеется, были так осторожны, что не действовали непосредственно Он знал и говорил, что некоторые вельможи спасли его и покровительствуют Но имен их не знал О имени он упоминал только о дьяках Щелкаловых Ну а теперь рождается другой вопрос Кем же был подставлен самозванец? Кто уверил его в том, что он царевич Дмитрий? Кому было выгодно, нужно появление самозванца? Оно было выгодно для Польши Лже-дмитрий пришел отсюда Следовательно, он мог быть подставлен польским правительством Кого же мы должны разуметь под польским правительством? Короля Сигизмунда Третьего? Но характер последнего Дает ли нам право приписать ему подобный план для заведения смут в московском государстве? И осторожное Робкое поведение Сигизмунда в начале деятельности самозванца Дает ли основание предполагать в короле главного виновника дела? План придуман кем-нибудь из вельмож польских Указывают на Льва Сапегу, канцлера Литовского Сапега два раза был в Москве послом Один раз при царе Феодоре, другой при Борисе И в последний раз приехал из Москвы с сильным ожесточением против царя Когда самозванец объявился у князя Вишневецкого То Петровский, беглый москвич, слуга Сапеги Первый явился к Вишневецкому Признал отрепьего царевичем и указал приметы Бородавки на лице и одну руку короче другой Потом Сапега является сильным поборником Планов Сигизмунда против Москвы Ожесточенным врагом нового царя Михаила Вошедствие которого расстраивало его планы Царствование Михаила до самой смерти своей Держит под рукою на готове самозванца Несчастного Лубу как орудие смут для Москвы Любопытно, что и наш летописец злобу поляков и разорения, претерпенное от них московским государством, приписывает раздражению Льва Сапеги и товарищей его за то, что они видели в Москве много иностранного войска Наконец, некоторые рассказывают, что после сражения при Добрыничих самозванец издал манифест, который, между прочим, говорил, что был в Москве при посольстве Льва Сапеги Такого манифеста, впрочем, не сохранилось И в дошедшем до нас ни слова не упоминается об этом обстоятельстве Как бы то ни было, если заподозрить кого-нибудь из вельмуж польских в подстановке самозванца, то, конечно, подозрение прежде всего должно пасть на Льва Сапегу Но можно ли заподозрить одного частного человека в начинании такого дела? Гораздо более основания заподозрить могущественных тогда в Польше иезуитов, которым появление самозванца как орудия для введения католицизма в московское государство было очень нужно На Сапегу же можно смотреть, как на поверенного иезуитов Но, принимая это мнение, надо бы непременно принять, что самозванец был человек воспитанный, подставленный в польских владениях, а не Григорий Отрепьев, как согласно утверждают все русские свидетельства, отвергнуть которые чрезвычайно трудно Очевидцы признавали в первом лжи Дмитрия великороссиянина и грамотея, который бегло и красноречиво изъяснялся на московском наречии, как на родном Четко и красиво писал Латинскую же грамоту знал плохо или почти вовсе не знал Побочный сын Стефана Батория, воспитанник иезуитских школ, за которого выдавали его некоторые, не мог бы писать «Инператор», когда посол папский произносил пред ним латинскую речь, то ее должно было переводить ему Московское правительство при Годунове, Шуйском и при Михаиле Федоровиче постоянно упрекало польское правительство за то, что оно было виновником разорения московского государства Помогая лже Дмитрию и в то же время постоянно утверждало, что самозванец этот был москвич, именно Григорий Отрепьев Если бы была малейшая возможность усомниться в этом, то что препятствовало московскому правительству укорить польское за то, что оно прибрало своего поляка Назвало его царевичем Дмитрием и выслало в московское государство для смуты Некоторые современники говорили, что монах Григорий Отрепьев играл в деле важную роль Был руководителем самозванца Это мнение основывалось на том, что подле самозванца при его появлении действительно находился монах, называвшийся Григорием Отрепьевым Но дело объясняется известием, что Отрепьев, объявивший себя царевичем, сдал свое прежнее имя монаху Леониду Если бы монах Григорий Отрепьев существовал отдельно, то что мешало явиться ему в Москву и этим появлением уничтожить Годуновскую выдумку или ошибку и самым блистательным образом подтвердить, что тот, кто называется Дмитрием, не есть Растрига Гришка Отрепьев Желание некоторых писателей, чтобы так было, остается только желанием, ибо не подкрепляется свидетельствами источников Что самозванец был москвич, с которым иезуиты познакомились уже после того, как он объявил себя царевичем, неоспоримо доказывает послание папы Павла V к воеводе Сендомирскому где говорится, что лжедимитрий обращен в католицизм францисканцами, а не иезуитами Но если самозванец был человек из Москвы, или даже если, согласимся, что руководителем его был монах московский, то как объясним себе возможность для Сапеги или для иезуитов издалека ковать эту крамолу в Москве? Предполагают, что Сапега во время своего пребывания в Москве сговорился с боярами о подстановке посредством диака Власьева Следовательно, это мнение о подстановке самозванца иезуитами и Сапегою требует для вероятности своей соединения с другим мнением, высказанным современниками события, а именно что самозванец был подставлен в Москве тамошними врагами Бориса Это последнее мнение твердо само по себе, не требует никаких предположений, не находится ни в малейшем противоречии с известиями о похождениях от Репьева Принимая это мнение как вероятнейшее, мы, разумеется, не имеем никакой нужды отвергать участие Сапеги и вообще польских панов или иезуитов в замысле Но, должно заметить, что если Польше или иезуитам было выгодно появление самозванца и смута, имеющая от того произойти, то внутренним врагам Бориса, терзавшимся мыслью, что годунов на престоле, грозимым ежечасно тяжелую опалую, это появление было более чем выгодно Оно вполне соответствовало их цели, ибо им надобно было орудие, которое было бы так могущественно, что могло свергнуть годунова и в то же время так ничтожно, что после легко было от него отделаться и очистить престол для себя Мнение о подстановке самозванца внутренними врагами Бориса высказывается ясно в не раз приведенном месте из хронографов о годунове Навел он на себя негодование чиноначальников всей русской земли Отсюда много напасных зол на него восстали и доброцветущую царство его красоту внезапно низложили Но ни в одних хронографах русские современники выразили такое мнение Из иностранных писателей его высказывает Бусов, оставивший нам лучшее описание событий, которых был очевидцем Находившийся в близких сношениях с главными деятелями Бусов говорит также, что сам царь Борис считал появление самозванца делом бояр Это мнение о подстановке самозванца внутренними врагами Бориса, кроме того, что правдоподобнее всех других само по себе Кроме того, что высказано современниками, близкими к делу Имеет за себя еще и то, что вполне согласно с русскими свидетельствами о похождении Григория Трепьева Свидетельствами, которые, как мы видели, отвергнуть нет возможности И по известиям польским, Отрепьев, открывая о своем происхождении князю Вишневецкому, объявил, что он, спасенный от убийц, отдан был на воспитание к одному сыну боярскому, а потом был в монахах По согласному показанию всех свидетельств, правительственных и частных, Юрий Отрепьев, переменивший в монастыре это имя на созвучное имя Григория Был сын галецкого сына боярского Богдана Отрепьева, убитого Литвином в Москве, в немецкой Слободе В детстве является он в Москве, отличается грамотностью, живет в холопях у Романовых и у князя Бориса Черкасского и тем самым становится известен царю, как человек подозрительный Беда грозит молодому человеку, он спасается от нее пострижением, скитается из монастыря в монастырь, попадает, наконец, в чудов и берется даже к Иову-патриарху для книжного письма Но здесь речь молодого монаха о возможности быть ему царем на Москве навлекли на него новую беду Ростовский митрополит Иона донес об них сперва патриарху и, когда тот мало обратил на них внимания, самому царю Борис свелел дьяку Смирному Васильеву сослать Отрепьева под крепким присмотром в Кириллов монастырь Летописцу XVII века казалось, что сам дьявол замешался в это дело и заставил Смирного сперва тронуться просьбами другого дьяка Семена Ефимьева, а потом и совершенно забыть указ царский Мы, разумеется, можем объяснить себе это дело не иначе, как тем, что промысл людей сильных бодрствовал над Григорием и предохранял его от беды Узнав об опасности, Отрепьев убежал из чудова монастыря в Галич, оттуда в Муром, Борисоглебский монастырь, где настоятель дал ему лошадь для возвращения в Москву В 1601 или 1602 году, в понедельник второй недели Великого Поста, в Москве варварским крестцом шел монах Пафнутьево-Боровского монастыря в Орлаам Его нагнал другой монах, молодой, и вступил с ним в разговор После обыкновенных приветствий и вопросов, кто и откуда, в Орлаам спросил у своего нового знакомца, назвавшегося Григорием Отрепьевым, какое ему до него дело Григорий отвечал, что, живя в чудовом монастыре, сложил он похвалу московским чудотворцам и патриарх, видя такое досужество, взял его к себе А потом стал брать с собой и в Царскую Думу, и оттого вошел он, Григорий, в Великую Славу Но ему не хочется не только видеть, даже и слышать про земную славу и богатство, и потому он решился съехать с Москвы в дальний монастырь Слышал он, что есть монастырь в Чернигове, и туда-то он хочет звать с собой в Орлаама Тот отвечал Отрепьеву, что если он жил в чудове у патриарха, то в Чернигове ему не привыкнуть Черниговский монастырь, по слухам, место неважное На это Григорий отвечал Хочу в Киев, в Печерский монастырь Там старцы многие души свои спасли А потом, поживя в Киеве, пойдем во святой город Иерусалим, как гробу Господню Варлам возразил, что Печерский монастырь за рубежом в Литве, а за рубеж теперь идти трудно Вовсе не трудно, отвечал Григорий Государь наш взял мир с королем на двадцать два года, и теперь везде просто застав нет Тогда Варлам согласился идти вместе с Отрепьевым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok